Всем привет! В этом видео я покажу как убрать экран приветствия в операционной системе Windows, как настроить, изменить и удалить экран блокировки, а еще как сменить аватар пользователя на экране входа. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Экран приветствия появился на устройствах под управлением Windows еще восьмерки. Некоторым пользователям он нравится, но остальные считают, что достаточно и одного ввода пароля. Если вы хотите убрать экран приветствия на вашем компьютере, дальше в видео я покажу несколько несложных способов, как это сделать. И вы сможете запустить компьютер без лишних элементов, сразу приступив к работе. Как убрать экран приветствия? В первом случае нужно открыть редактор локальной групповой политики. Для этого на клавиатуре нажмите сочетание клавиш Windows Plus R и в открывшемся окне введите gped.msc или кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск и здесь выберите Выполнить. В открывшемся окне редактора локальной групповой политики перейдите во вкладку «Административные шаблоны», «Панель управления», «Персонализация». Здесь откройте «Запрет отображения экрана блокировки» двойным щелчком мыши и установите отметку напротив «Включено», а затем нажмите ОК. Для проверки сработал ли данный способ на клавиатуре нажмите сочетание клавиш Windows Plus L. Если в результате сразу отображается экран ввода пароля, значит все получилось. Если же первый способ не сработал, то попробуйте отключить экран приветствия через редактор регистра. Для этого откройте окно «Выполнить» и здесь введите RecEdit. В левом меню перейдите по следующему пути. При отсутствии подраздела «Персонализация» создайте его, нажав правой кнопкой мыши по разделу Windows и выбрав соответствующий пункт контекстного меню. К правой части окна переведите курсор на пустое поле и нажмите на правую кнопку мыши, выберите пункт «Создать параметр DWORD32». Переименуйте его в «NoVlogScreen». Щелкните по нему два раза и в значении укажите единицу, а затем нажмите ОК. Проверьте работоспособность этого метода, используя клавиши Windows Plus L. При желании вы также можете отключить фоновое изображение на экране входа в систему. Для этого откройте параметры «Персонализация» или правой кнопкой мыши по рабочему столу «Персонализация». В разделе «Экран блокировки» выключите «Показывать» на экране входа фоновый рисунок экрана блокировки, переведя ползунок в соответствующее положение. Чтобы убрать фон при входе в систему с помощью реестра перейдите по следующему пути. Здесь создайте параметр DWORD32 бита. Присвойте ему имя «DSABE LOGON BACKGROUND IMAGE» и укажите в качестве значения единицу. Если же вы хотите убрать не только экран приветствия, но и настроить автоматический вход в систему без каких-либо паролей, то вам потребуется отключить экран блокировки. Чтобы это сделать нужно убрать пароль для учетной записи. Не забудьте также убрать пин-код если он есть. Для этого откройте параметры «Учетные записи» «Параметры входа» и здесь удалите существующий пин. Детальнее как убрать пароль смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Для быстрой смены паролей пользователя в окне «Выполнить» введите следующую команду «NetplWiz» и здесь уберите отметку напротив «Требовать ввод имени пользователя и пароля». Как удалить экран блокировки в Windows 10? Экран блокировки представляет собой приложение, находящееся в папке c-windows-system-apps. И его вполне можно удалить. Но не спешите это делать. Windows 10 не будет показывать каких-либо беспокойств при отсутствии экрана блокировки, а просто перестанете его показывать. Место удаления, на всякий случай, чтобы легко можно было вернуть все в первоначальный вид, я рекомендую просто переименовать эту папку. Добавлю какой-либо символ к ее имени. Для этого понадобятся права администратора. Этого достаточно для того, чтобы экран блокировки больше не отображался. Также вы можете изменить аватар пользователя, на экране входят в систему. Для этого откройте параметры, учетные записи, ваши данные. В разделе «Создать аватар» нажмите, выберите один элемент и укажите путь к фото. Если устройство оснащено камерой, выберите камера и сделайте свой снимок. Если вам необходимо удалить этот аватар, откройте проводник на панели задач. Если вы не видите проводник на панели задач, нажмите кнопку «Пуск» и введите проводник. Или нажмите сочетание клавиш «Windows плюс Е». Перейдите по следующему пути. Вместо «Your name» укажите имя вашей отчетной записи. Если вам не удается найти папку «Updata» в проводнике, она может быть скрыта. Выберите параметр «Bit» и установите флажок рядом с пунктом «Скрытые элементы», чтобы отобразить все элементы в папке. Здесь удалите аватар, который больше не хотите использовать. Для изменения фона откройте «Параметры», «Персонализация». Затем откройте подраздел «Экран блокировки». В меню слева во вкладке «Фон» поменяйте вариант «Windows интересное» на «Фото» или «Слайдшоу». Это если вы хотите демонстрировать не одну картинку на экране приветствия, а несколько. Если во вкладке «Фон» установить фото, вы сможете указать конкретную картинку для экрана блокировки, выбрать одну из предложенных Windows по умолчанию, либо же загрузить свою. Далее в этом же подразделе чуть ниже рекомендую отключить показ шуток и фактов и включить опцию «Показывать на экране входа фоновый рисунок экрана блокировки». Собственно, это и все, что требовалось сделать. Чтобы проверить, как выглядит установленный фон, не обязательно перезагружать компьютер. Достаточно нажать сочетание клавиш «Windows Plus L». Вот так просто происходит смена фона экрана блокировки Windows 10. Никаких дополнительных утилит, использовать для этого не потребуется. А на этом все. Надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.